Здравствуйте! Это телерадиокомпания «Губернии 33». В эфире программа «На всю Владимирскую». Меня зовут Екатерина Глазкова, а гость нашей студии сегодня Виктор Кауров, первый заместитель руководителя аппарата администрации Владимирской области. Виктор Романович, добрый день! Добрый день! В августе прошлого года в Ковровском районе Владимирской области начала работу молодежный военно-патриотический лагерь «Фрегат» Всероссийской организации «Боевое братство». Виктор Романович, это, конечно же, далеко не первый военно-патриотический лагерь, который работает в нашей области, но чем именно этот примечателен? Вы знаете, мы расширяем границы и географию событий каждый период, каждый год, учимся на каких-то ошибках, на каких-то моментах, связанных с проведением различных мероприятий, различных лагерей. И наша задача массового влечения, в первую очередь, нашей молодежи в мероприятия, которые проводятся сегодня с особой смысловой нагрузкой. Не просто проводим лагерь, который располагает в палаточном варианте или в казарменном варианте размещения молодых людей, а что они вынесут из этого лагеря. Поэтому каждым этапом мы просматриваем вопросы идеологии патриотизма, пропаганды патриотизма, работы в интернет-форумах, это специальные площадки, которые подготовлены на базе лагерей и события в мире и на юго-востоке Украины. Они нас многому учат, вопросы информационной борьбы и информационных атак, различных событий, влияния, в первую очередь, на нашу молодежь извне. Соответственно, принимая такие решения, мы проводим достаточно много лагерей военно-патриотической направленности. И очень приятно, что многие общественные организации, с которыми мы работаем, администрация Владимирской области, добиваются достаточно серьезных результатов. Но, конечно, прорывным в регионе является Всероссийская организация «Боевое братство», которая достаточно объемно распространяется сейчас в муниципальных образованиях по созданию молодежных своих групп, молодежных подразделений, вовлекает свои ряды, а в каждом муниципальном образовании есть представительства, организует лагеря, организует вахты памяти, организует мероприятия, которые, в первую очередь, направлены на уважение к защитнику Отечества, к службе в армии, увековечивает память героев, которые погибли не только в Афганской войне, но и в Чеченской, и в годы Великой Отечественной войны, ухаживает за памятниками, обелийскими мемориалами. И в этом году, в 2016 году, мы идем, расширяя и географию, и прогрессируем, потому что прошлый лагерь, который мы проводили «Боевое братство» в Ковровском районе, на базе войсковой части 3616, это 467-й окружной учебный центр Министерства обороны, тогда представительства было 130 человек. Это команда Центрального федерального округа, Привозский федеральный округ и, конечно же, Владимирская область, как составляющая Центрального федерального округа. В этом году лагерь получил свое название и достаточно объемный смысл международный, международный, молодежный, патриотический лагерь. К нам прибывают ребята из Сирии, с Донецка, Луганска, все субъекты Российской Федерации Центрального федерального округа, часть команд Привозского федерального округа. И очень приятно, что представительство муниципальных образований Владимирской области у нас обозначено каждым городом, каждым районом. 220 человек в лагере прибывает наших ребят от 14 до 18 лет. Всего в лагере будет находиться 550 человек. И с 15 по 25 июня включительно. Значит, мы вот буквально сейчас, сегодня провели заседание оргкомитета, где были подведены достаточно масштабно итоги расчесовки каждого дня. Это учебные занятия, это тренировки, это огневая подготовка, это вопросы идеологической подготовки. Что немаловажно отметить, каждый участник лагеря получает в дар форму одежды военную. В той, в которой он будет пребывать в лагере, он с этой формой уедет в свой регион, в свою территорию. И те навыки и тот опыт, который он получит, мы обязательно хотим распространить по всей стране, ну и, конечно же, в те территории стран мира, куда уже поедут подготовленные ребята и могут создавать сами патриотические клубы, объединения в своих территориях и двигать те наработки, которые получили у нас на Владимирской земле здесь опыт и практику. Очень важно отметить, что это впервые такое на территории Владимирской области, где под патронажем администрации президента Российской Федерации, под патронажем министра обороны и губернатора Владимирской области Светланы Юрьевны Орловой, соответственно, руководство боевого братства проходит на таком уровне международный молодежно-патриотический лагерь, именно на нашей земле. Сюда приезжают отдельные инструктора, специалисты для того, чтобы в некоторых вопросах самим тоже поучиться, посмотреть. И когда мы подведем итоги, я думаю, что многие моменты, которые мы здесь будем прививать, уточнять, они пригодятся в дальнейшем для анализа, для обобщения, для оценок, в том числе, может быть, и каких-то дополнений, которые будут выявлены в ходе работы этого лагеря. Виктор Романович, смена будет всего одна, я так понимаю? Одна смена, 10 дней, вот, беспрерывно. А вообще какую-то связь с другими летними оздоровительными лагерями имеет военно-патриотический лагерь? Конечно. У нас 16 июня открытие официальное. Привлекаем загородные оздоровительные лагеря нашей области. Порядка тысячи человек будет на открытии. Это будут отдельные экспозиции, выставки вооружения и военной техники Министерства обороны. Это будут отдельные лекции, и показы для наших деток, которые сейчас находятся в загородных оздоровительных лагерях. Это привлечение всех патриотических клубов Владимирской области в работе лагеря. Это все наработки, которые есть у нас по патриотическому курсу, мы обязательно привлекаем в этот лагерь. Они будут востребованы, они будут работать. Ну, конечно же, особая нагрузка ложится, наверное, на город воинской славы, город Ковров, Ковровский район, Камешковский, которые соседи. Ребята подготовились очень замечательно сейчас. Мы смотрели музыкальные номера, пробные танцы народов мира, потому что лагерь международный, будет представлены все народности, все культуры. И только так можно демонстрировать успех, объединенные все вместе. Мы в Великой Отечественной войне победили все вместе. И сейчас мы не должны быть разобщенными. И мы это подчеркиваем, это показываем. И уникальность, конечно, нашей земли состоит в том, что у нас очень много исторических мест, белокаменных храмов. И мы ребятам, которые приехали к нам сюда в гости на 10 дней, и ребятам, в том числе, которые из Владимирской области, покажем все наши достопримечательности, все экскурсии, все места боевой славы, наши легендарные места, где есть и конструкторы-оружейники, музеи на заводе имени Василия Алексеевича Дегтярева в Коврове, историко-мемориальные музеи, ну и, конечно же, наши храмы, монастыри. Очень ребята хотят посетить Суздаль, Владимир, посетить Ковров и по-настоящему увидеть и оружие с него пострелять. Виктор Аманович, какие-то критерии отбора ребят в лагерь есть? Только мальчики, либо все могут попасть. Вот вы уже сказали, значит, возрастное ограничение, 14-18 лет. А в остальном, кто и как может попасть в военную? Я бы сказал так, жесткого отбора по половому признаку нет. По заслугам. То есть активисты. Значит, ребята, которые добились отдельных результатов в своих регионах и которые способны постичь ту науку, которая будет преподаваться в лагере и которые способны нести ее массы для того, чтобы, я в первую очередь и говорил, что мы получим на выходе и какой коэффициент полезного действия. Но в этот раз, в первую очередь, по такому анализу инструкторов, руководства, я возглавил оргкомитет проведения данного лагеря по поручению нашего губернатора Светланы Юрьевны Орловой, где высказана особая и отдельная поддержка этому лагерю руководством региона и главами муниципалитетов. Мы идем, в первую очередь, по этому пути и привлекаем в этот лагерь трудных подростков. Потому что, как обычно, иногда мы видим всегда активных, идейных, они рядом, рядом с нами, всегда как-то приближены. Сами себя проявят. Да, а где ребята, которые трудные? Вот мы сейчас взяли ребята, в основном это из Владимирской области, потому что за блок, допустим, представления наших команд и работы с нашими ребятами отвечаем, в первую очередь, главой мы. И очень правильное решение принято, я считаю, что вот в таком составе, когда благополучные ребята и есть неблагополучные разные, даже ребята, которые стоят на учете в милиции, значит, они будут тоже привлекаться в работе к лагерю. Я думаю, что вопрос не стоит там исправления в какой-то части, да. А то, что ребята прочувствуют ситуацию и поведение, линию поведения других ребят, я думаю, что им пойдет, в первую очередь, на пользу. Но почему бы и нет, в том числе и по стезе исправления пойдут ребята, дальше пойдут поступать в военные училища, дальше пойдут смотреть, в первую очередь, в глубину и смотреть на защиту интересов своего государства уже с призмы не просто лично себя, а в целом города, области или в целом страны. Попасть в лагерь как-то со стороны можно? Платно, например? Вообще путевки платно представляются? Нет, это, конечно же, это бесплатный процесс. Значит, ребята, которые будут находиться там, они уже отобраны, потому что мы начинаем заезд 14 июня. Ну, на следующий год, предположим. Да, на следующий год шансы появятся стопроцентные у того, значит, кто работает активно по патриотическому воспитанию в своих территориях. Вот, допустим, пример по муниципальным образованиям Владимирской области, как попали ребята, 220 человек из Владимирской области со всех муниципальных образований. Мы поработали с главами территории, мы поработали с руководителями патриотических клубов, значит, и посмотрели на такой срез. Нам важно, чтобы все новые и новые ребята приближались к направлениям, чтобы одни и те же тоже не ездили, что ребята, там, группа ребят из муниципальных образований была в одном лагере, во втором, в третьем, четвертом и пятом. Одни и те же. Соответственно, спасибо, это тоже хорошо, ребята подготавливаются, но мы начали делать сборные команды с патриотических клубов муниципальных образований. И действительно, это заслужено, это, в первую очередь, уважение к ребятам, к их школам, которые их подготовили. И ребята распространяют этот интерес дальше в свои школы, спортивные секции или патриотические клубы. А при прибытии, действительно, я скажу, что распорядок дня не оставляет ни одной минуты свободной для проведения мероприятий и тренировок, значит, я только скажу, как вопрос обеспечения решается в этом лагере. Но вот на сегодняшний день продовольственный набор, включая все продукты питания, фрукты, йогурты, составляет 1100 рублей в сутки на одного человека. Я скажу, что это очень серьезный, нормальный, очень хороший такой набор, где ребята будут чувствовать себя очень нормально. Наверное, периодически дома даже не все питаются. Может быть, даже и так, да. И вся программа пребывания, она действительно настроена таким образом, что каждый может себя проявить, проявить во всех видах направления военно-прикладных, в том числе и будет запущена армейская эстафета, будет проведен турнир по мини-футболу, по рукопашному бою. Финалы все спланированы на 25-е, в день закрытия. Это тоже будет торжественное закрытие, очень хорошие моменты. И есть отдельное досовое время. Что такое досовое время? Это полтора часа с 20 до 21.30. И мы спланировали отдельные мероприятия, где мы будем проводить с ребятами в Доме офицеров отдельные курсы. Вот один из примеров. 23 июня в 20 часов наш драматический театр города Владимира ставит на этой сцене «Молодую гвардию». «Молодая гвардия», которая была поставлена нашим драмтеатром, это действительно воплощение смысла патриотизма, любви к своей родине. И мы с Борисом Гуниным согласовали все вопросы. Это вопрос, когда мы говорим о взаимодействии, о платности или бесплатности. Борис Григорьевич говорит, с большим уважением мы приедем, дадим ребятам безвозмездно всей труппой спектакль «Молодая гвардия». К нам 24-го прибывает дочь Серебрякова. Серебряков – это герой Советского Союза, мастер танковых ударов. 25-го, в день закрытия лагеря, мы будем открывать бюст прославленному герою на земле Ковровской учебной дивизии. С командиром соединения это согласовали. Бюст будет доставлен уже 16-го в город Ковров из Краснодара. Это сыны, прославившие Отечество. Это тоже ориентиры на фоне того, когда в отдельных государствах сносятся памятники, когда переписывается история. Мы подтверждаем свою историю, свои истины и даем возможность сегодня ребятам к этому прикоснуться. Виктор Романович, лагерь «Военпсихотический фрегат» организован боевым братством, в том числе. Расскажите немного про эту организацию. Боевое братство – в чем ее миссия? Миссия, она достаточно проста, но по реализации, наверное, очень сложна, как и все миссии, когда ты идешь, всегда трудно. Проста почему? Потому что основной смысл организации – это воспитание, в первую очередь подрастающее поколение, это работа по патриотическому воспитанию, это забота своей организации о семьях погибших, о бюковечении памяти ребят, которые не вернулись с полей сражений, независимо от того, где они выполняли задачу. И когда движение боевого братства начинало свой путь, заявленные все вопросы данной организации, они в последующем только усиливались. И очень приятно, что сегодня на территории Владимирской области появляются на стенах жилых домов, школ, мемориальные таблички, что в этом доме, в этой школе учился герой, который прогиб при защите Отечества. Это делается повсеместно, это делается с особым уважением и с особым настроем. И немаловажно, что это является, я считаю, одним, наверное, из главных, что привлекается сейчас в работу молодежь. Молодежь приходит, встает ряды боевого братства, даже те, которые, может быть, и не воевали, служили в армии, кто-то даже и не служил в армии, приходит по духу, по смыслу, понимает, что полезное дело делает организация, мы хотим стоять рядом. И хотят также увековечить эту память. Именно так, потому что и это и дети погибших, и родственники, и ребята, которые увидели суть. Только так всегда наращиваются качественные ряды организаций, когда люди видят дело, когда люди видят результат, обязательно люди придут и вместе будут двигаться по направлению вот этого курса. И основной заявленный курс, который мы всегда, везде, на любом совете боевого братства слышим, это поддержание в любом случае конституционного строя Российской Федерации. Не случайно руководство боевого братства вошло в направление движения «Антимайдан» одними из первых. Участники боевых действий организации, вы знаете, что принимают активное участие во всех событиях гуманитарного конвоев, грузов на юго-восток. Отдельные из них были участниками событий и вооруженных конфликтов, они по зову сердца, души поехали, как русские люди, защищать русский мир. Что касается съезда боевого братства, который состоит совсем скоро, какие вопросы будут решены на съезде? Это, я бы сказал, очень долгожданное и большое событие для организации. Это пятый съезд, юбилейный, он будет проходить в столице нашей Родины, в городе Героя Москва, на Поклонной горе. Это очень важно, что именно на Поклонной горе, уважение к заслугам наших фронтовиков, людей, которые отстояли наше Отечество. И подведение итогов пятого съезда, оно тоже будет достаточно очень качественным, где будет подведен результат работы всех регионов Российской Федерации, где будут сделаны отдельные акценты, и будет разговор о подведении итогов международного сотрудничества, потому что боевое братство не замыкается только на границах Российской Федерации. Есть представительство и взаимодействие боевого братства со всеми странами СНГ и международным сообществом. Очень хорошие сейчас контакты с Сирией, и движение это продолжается. И необходимо также отметить, что Владимирское отделение боевого братства будет признано, это уже забегает чуть-чуть вперед, я уже знаю отдельные выводы, будет признано одним из лучших в Российской Федерации и соответствующие штандарты и регалии, которые будут вручаться на съезде, на пятом, Борисову Всеволодовичу Громову, руководителям организации боевого братства, они тоже будут получены Владимирским отделением заслуженно по делам и честь за ту работу, за те вопросы, которые сегодня решает активно руководитель Владимирского регионального отделения Валерий Дмитриевич Малышев со своими коллегами. Они заслуживают только уважения, и мы обязательно их будем поддерживать. Виктор Романович, одна из акций, которую проводила и проводит организация боевого братства, это акция «Звезда Великой Победы». Автопробег, посвященный непосредственно победе в Великой Отечественной войне, происходит в мае и уже, так не первый год. Как участников автомарша встречали у нас здесь уже в Владимире в мае, давайте вспомним прямо сейчас. Предлагаю посмотреть сюжет моей коллеги Екатерины Зинуровой далее, после чего вновь вернемся к беседе. Пять лучей автомарша «Звезда нашей Великой Победы» сошлись во Владимире. Месяц назад экипажи студентов стартовали автопробегом из пяти городов. Севастополя, Бреста, Дербента, Архангельска и с острова Русский. Охват акций 150 городов. В каждом участники проекта встречались с жителями, а 71 городу-герою подарили по копии знамени Победы. Первыми Владимирских патриотов встретили в ЛГУ. Студентка вуза Елена Угарова проехала по маршруту Владивосток-Владимир-Москва. Посетила около 40 городов, но очень рада возвращению домой. Больше всех запомнился Новосибирск. Там участников автомарша встречали ночные волки. Люди относились к нам с любовью, с пониманием. Когда ты едешь по городу, машешь и ручкой из машины, они тебе отвечают взаимностью. Всех членов автоэкипажа наградили благодарностями. Руководству вузов в ЛГУ и Ранхикс вручили памятные статуэтки из каждого города. На площадке перед университетом развернули знамя Победы и пустили волну с криками «Ура!». Координатор проекта Виктор Кауров считает, что акция приобрела всенародный масштаб. По его словам, ветераны в Минске назвали автопробег маршем мира и патриотическим подвигом. Это уважение к своей истории, к сынам Отечества, которые прославили свою Родину. На фоне того, когда в мире принимаются решения о сносе памятников, когда рушится история и подменяются ценности, мы даем ориентиры и в каждом городе это делали. 5 мая участники акции торжественно возложили цветы к вечному огню на Площади Победы. К членам проекта присоединились владимирские школьники. Сразу после победное авто подъехали к Золотым воротам и уже оттуда пешим маршем во главе с руководством города и области участники акции прошли до Соборной площади. Возле памятника князю Вадимиру командир автоэкипажей передали городским властям 5 освещенных камней стартовых городов. Камню с Херсонеса несколько сотен лет депутат Государственного Совета Республики Крым Игорь Лукашев и протеерей Евгений Липатов надеются, что эти святыни символы воссоединения с крестителем. Я у детей спросила, знаете где Херсонес? Вот маленькие детки здесь стояли. Они сказали, да, это Крым, это крещение Руси, это тысячелетняя история, это князь Владимир, памятник которому мы поставили с вами в честь тысячелетия князя Владимира. На Соборной площади пять лучей автомарша соединились в звезду победы вокруг памятника 850-летию Владимира. Уже 6 мая в Москве владимирцы будут участвовать в федеральных мероприятиях, а 9 мая развернут знамя победы во главе «Бессмертного паука» на Красной площади. Екатерина Зинурова, Виталий Сергеев, губерния 33. Виктор Романович, расскажите о ваших впечатлениях как организатора главного. Каковы впечатления? Вы знаете, вот посмотрел сейчас сюжет, сердце бьется до сих пор и после 9 мая. Помнилось, как вчера. Это как вчера, потому что я этим проектом живу и направление, которое со мной коллеги вместе выполняли. Я думаю, что масштаб говорит сам за себя и то дело, которое сделано, оно обязательно будет работать и пригодится в регионах. И ребята, особенно то, что ребята, наша молодежь, а это из 125 человек, 70 человек, 70 представителей нашего студенчества, это ВЛГУ, Иракс, замечательные ребята. И когда у нас делают отдельные иногда акценты и вопросы ставят по молодежи, я бы сказал, у нас замечательная молодежь, на них можно равняться. Об этом нам сказали, не только мы говорим об этом, нам сказали фронтовики, ветераны, которые увидели нашу молодежь Владимирскую во всех регионах, а это 65 регионов нашей страны, 5 стран мира. Международное направление, которое отрабатывалось по Китаю, по Беларуси. Я сам лично выводил маршрут из Беларуси, мы проводили Минский международный круглый стол. Очень впечатляет. И я бы сказал так, что важность этого проекта, важность этого мероприятия в первую очередь состояла в том, что мы на вечное хранение передали знамена победы в регионы, которые возглавила бессмертные полки. Ребята, показав особый, наверное, настрой и дух автомарша, продемонстрировали собирание земель и собирание камней. Время собирать камни, это камни со всех лучей, с из Владивостока, это остров Русский, это Дербент, самая южная точка нашей земли, это город-герой Севастополь, Херсонес, это Брест, Брестская крепость, это Архангельск. И после проведения всех мероприятий и встречи на Поклонной горе, и когда знамя победы вместе с бессмертным полком нашей страны прошло по Красной площади, мы, я вам докладываю и уважаем нашим телезрителям, мы провели уже более 30 массовых мероприятий, участники именно автомарша. Это студенты, это командиры групп, которые проводили на различных площадках мероприятия, рассказали, как они провели автомарш, передали вот этот дух, дух победителей, который они воплотили в себя, победителей людей с разных регионов, с разных стран. И очень важно, что сейчас проект дальше продолжается. И вот эта вот связь, она продемонстрирована и в составе лагеря, где будут участники автомарша участвовать в событиях, и в территории с мыслом наклязьми в нашем проекте молодежном, государственном. Ребята тоже будут представлять свой проект, потому что это важно для страны, важно для ребят, которые там будут находиться в лагере, а не прикоснуться к тому, что увидели, может быть, в своих регионах, где участвовал проект. И дальше на следующий год у нас серьезный замысел. Вот очень правильно сказали, я повторюсь, это ветераны в Минске, что по сути это всенародный проект и марш мира. Вот лучшего названия нет. У нас марш мира, и мы идем вперед. Виктор Романович, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Я благодарю вас не только за сегодняшнее интервью, но и за деятельность, которая существует. Спасибо большое. Спасибо вам. Напоминаю, сегодня в нашем эфире был Виктор Каурув, первый заместитель руководителя аппарата администрации Владимирской области. Все новости, в том числе и сегодняшний эфир, ищите на нашем сайте trc33.ru. Меня зовут Екатерина Глазкова. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова